нахуя он попросит? нахуя он дрова попилил бы здесь? я включил уже подожди, я включил я включил уже добрый день добрый день это планета дзюдо здравствуйте наши субботние посиделки сегодня они у нас в усеченном составе по причине размышлений одного из наших товарищей на политические темы ну разные, вообще на жизненные темы его волнующие самбо самбо сегодня отсутствует в нашей среде а присутствует айкидо я здесь мастер на все руки вот краешком его коленка видна и я не простая коленка железная железная колена и я Роман Карасьев мягкость планета дзюдо мы тема у нас сегодняшней нашей беседы такая она прозрачная не знаем о чем говорить я предложил такую тему как страсти но все рассмеялись и сказали не будем мы на эту тему говорить поэтому мы говорим обо всем понемножку ну давай страсти затронем что такое страсть и откуда она берется правильно не знаю может не правильно а берется она от гормонов ну это ты опять на медицинскую тему да а страсти медицинской это страсти медицинской темы почему медицинской темы ну ты в общем ты хочешь про медицину сказать страсти нет откуда берется ну конечно это на психологическом наверное уровне а психологически откуда берется с химического да с химическое да то есть мы обладаем телами да и занимаемся единоборствами что мы делаем сначала начинаем своим телом управлять потом телом противника правильно миновать этот уровень нельзя от слова совсем если ты своим телом не владеешь то как ты будешь закидывать партнера куда-то если ты сам баланс не держишь слушай я соглашусь с этим да спасибо не владея своим телом никуда партнера не закинешь да а что такое страсть страсть это захват эмоции контроль над телом вот и все то есть эмоции начинает управлять то есть ты ну как состояние возьмем крайнюю степень аффекта то есть ты не как-то даже крайняя степень это уже как бы это последствия страсти ну страсть да ну просто каждый понимает по-своему для кого-то страсть там есть сладкое там с булками страсть но это можно слово подобрать зависимость еще но мы все вот состоим из тел скажем так ну и должны пить и есть правильно это у нас называется потребность то есть когда мы все раскладываем по полочкам становится все понятно страсть к потребности нет страсть к потреблению потреблению может быть а потребность она и есть потребность то есть ты если ты будешь искать все возможные способы чтобы ее удовлетворить вот ну пример мне нравится подожди а ну давай пример пример подписывать ты захотел это у тебя потребность и ты будешь искать любую возможность чтобы ее удовлетворить это естественная надобность естественная потребность надобность потребность надобность Хорошо, а где здесь страсть? Страсть? Пока еще не пришла? Нет, еще не пришла После того, как он надобность отправил Может вы не пришли? А во сляп идет какая-то Это да Если гормоны заиграют Если, опять же, да Пока врача не втюрна Если гормоны заиграют, тело подготовлено И может выбросить партнера Или подбросить Или подбросить Мы единоборствами занимаемся Или, так сказать, боевыми искусствами Но А, боевыми, да, про боевые Вот я и кино занимаюсь, оно вроде как бы выхолачивается Оно в виде кота Если его в чистом виде применять Оно не боевое, скажем так Но если дать ключик человеку Ну, как в дзюдо разделы есть Спортивный, прикладной И оздоровительный Который ты сейчас культивируешь И можно в нем перемещаться Когда ты это понимаешь Что вот И страсть Когда ты это понимаешь Что Вот опять я на той встрече говорил Что есть вот Краткий миг Андрей смеялся-то Вот пока она тебя не захватила Ты сможешь с ней совладать Но как только тебя захватила страсть Все, тебя понесло потоком, течением И Здесь Нужна что? Крепкая рука товарища Чтобы она вырвала тебя из потока Но Возможно Ты можешь протянуть руку Но А вот Я Понимаешь Страсть Ты в страсти находишься У тебя глаза горят Безумные Но страсть она может быть позитивная Может быть позитивная Да? Может быть Да Ну направленно скажем так Ну для Страсть для того Чтобы в результате Было какое-то положительное действие Да Эффект Положительный Результат Результат Положительный Да То есть страсть Можно сказать Ой, мне страсть не нравится Да почему не нравится-то? Ой, мне страсть как нравится вот этот дом Допустим Ну, допустим И что я начинаю делать? Да ничего не делаешь Ты все уже сделал Ты все высказал Эмоции Все Хорошо А вот Ты уже привариваешь Вот человек Занятия Айкидо Могут ли Могут Ну, я понимаю Могут, да Могут ли И каким именно образом Какими Какими вот С какими средствами Или нет Они могут Сделать так Чтобы человек был меньше подвержен Страстям А степень контроля Улучшается Скажем так Тебе нужно ходить Утром В 7 часов ты должен быть уже на татаме Скажем так Если это утренняя тренировка Вечером Тебе нужно отложить Попойки там С друзьями Какими-то А идти в зал Второе На нас влияет 100% Мне вот это тоже нравится Окружение Вот какое окружение Мы с него впитываем Всю информацию Но А в спортзале Оно позитивное Дальше Оздоровительный эффект Человек потеет Ну мы сейчас в бане Для чего Чтобы мы просто пропотели Но это С теплом Принудительно А тут мы потеем Через движение Скажем так И вопрос-то звучал Как это может пригодиться То есть я называю Одно качество Второе Третье Четвертое Пятое То есть И это в комплексе Дает положительный эффект Чтобы ты мог управлять Некоторые приемы Делать нельзя Ну как Новичкам Почему Не из того Что супер секретный А из того Что Как это Доверия нету То есть Понимаешь Человек Тебе показали Делай вот так вот Хоп А рука тут Одна Одна мне две руки Так Значит Ты предполагаешь Что можно Все таки С помощью С помощью Практикой Вот допустим Айкидо Конкретно Если мы возьмем Можно Справляться Вот С некими Элементами С некими Видами Страстей Или Нет Совсем Можно справляться В общем Со страстей А в общем Я тебе отвечу Мне так нравилось Я об этом думал Не будем привязывать Ни самбо Ни дзюдо Ни айкидо Мастер Мастер Своего дела Да И он прошел путь От новичка Мастер Любой Вот Он этот путь прошел И мастер Сможет в любом деле Быстро Перепройти этот путь Потому что Он эти этапы знает От ученика То есть Кто Обладает Каким-то Навыком Ну Достиг чего-то там То Приходя Ты получаешь Отработать С этим человеком Удовольствие Просто И наслаждение Так лучше сказать Почему Потому что Он понимает Что хочет И Делает Что ему Ну вот Доверяет Что ему говорят Мы же про доверие говорим А мастер свободен От страстей Нет Конечно Нет Конечно Нет Ну он же Вот ты говоришь Он прошел Этот путь Ему Вот Я про навык А про страсть Нет Он может Упредить Это все Понимаешь Не дать страсти Разгореться Да Это как огонь Если он маленький Его можно еще потушить А что делать А что делать Когда уже Вот начинал Может ли мастер А тут механизм Тебя захватила страсть Если ты Осознал это То ее надо переработать То есть Утилизировать эти гормоны То есть В кровь выбросилась Иначе тебя разорвет Почему инфаркты Инсульты Там скажем Человек понервничал Ну Понервничал Страсть Ну да И все И у него Где-то Вышибает Вот как Слушай А есть люди Которые Вот интересно Есть люди Которые Провоцируют К появлению Страстей Нет Они не провоцируют Люди-то Разные есть Скажем так Просто Тебя раздергивают Чтобы получить Эту эмоцию Какой-то результат То есть Мы Что-нибудь сказать Ну А ты А что ты такой псих Ну Это Но люди Которые Каким-то способом Тебя пытаются Вот как это Знаешь Не на эмоции Вывести Вывести В состояние равновесия Вывести В состояние равновесия А потому что Это раздражает И ввести в страсть И ввести в страсть Есть такие люди Как ты Конечно А вот с какой целью Они это делают Они может бессознательно делают У них нет цели Может играются Играют Или играются Или бессознательно И мне понравилось Что вот движет людьми Вот Страсть Да Страсть это куда-то движение Правильно Интересно Мне так понравилось То есть Если человеку интересно И он туда идет То есть вот Ну мы как человеческие существа Мы из интереса Животные Они из потребностей Ну, то есть, животный мир. А люди чуть-чуть могут... Ну, подожди, здесь интересно, потому что есть некая демыслительная деятельность. Да, и ты можешь быть человеком, но скатываться в животное состояние. То есть, жить в потребностях. А, подожди. И в страстях. Хорошо. Ну, как? Подожди, животное не живет в страстях. Они живут в потребностях. А человек живет и в потребностях, и в страстях, получается. Выбор есть. Но только надо его увидеть, этот выбор. Потому что мы сами... А как быть, если ты столкнулся с человеком, который тебя пытается вывести из равновесия и в это состояние страсти? Как можно использовать, допустим, техники айкидо? Смотри. Смотри. Как это можно? Вот есть... Вот ты хочешь услышать слова, да? Допустим. Но иногда слова не работают. Понимаешь? Нужно сначала, чтобы человек сфокусировался. Чтобы ты понимал, что он тебя слышит. Мы же про страсти говорим, да? Допустим. Ехали мы после тренировки в автобусе. Ну, да. Родитель занимался, его ребенок, да? Ребенок отдельно. Мы отдельно стоим, как бы, уставшие. И к мальчику начали приставать. Ну, ребята там, хулиганы. Он видит один, там, как бы, их много. Это здорово, скажем так. И у них страсть, вот, чтобы унизить, допустим. Ну, мы же присутствовали при этом. То есть, никаких с его, можно сказать, что он сам там провоцировал. Вот, что бывает. Он никак не провоцировал. То есть, мы вот за аксиомы-то это возьмем. Ну, как факт. И ребята начали его... Он не провоцировал страсть, а они каким-то образом вошли в страсть. Да. Они вошли в страсть. Значит, они уже по натуре свои страстные. Не знаю. Они искали что-нибудь, кому придраться. Может быть, показать силу еще. Ну, у подростков так бывает, скажем так. И что произошло? Ты говоришь, как этим можно управлять? Говори что-то, но ребята, так не делается. Они уже, как волки. Уже готовы есть. Поэтому, что их нужно сделать? Сначала стабилизировать состояние. А как можно стабилизировать? Когда человек сознание теряет, что ему делают? На шатырь. На шатырье нету? По щекам. Все. Легкое воздействие. Ну вот. И было применено легкое воздействие. Глава берется и поручень. Оп. И тогда у них включился быстро мозг. Что? Это как бы вроде неправильно. Можно, если, как это пассажиры автобуса посмотрели бы, что взрослый дядька бьет ребенка. Понимаешь? То есть, если мы не видим полной картины, выхватываем какие-то фрагменты, то это может вызывать ужас. А это был как воспитательный момент. То есть, не сильно. Он попросил прощения. Я говорю, а мы-то тебе ничего не делали. Понимаешь? Вот. Вот. Вот ребенок. А, ну да. И я рад, что он с наименьшими потерями усвоил какой-то урок. Если он бы не усвоил, мы же в 90-е годы жили, сколько на кладбище в 21-летних? Почему? Потому что старшие товарищи, ты кто? Спортсмен? Спортсмен. Хочешь хорошо жить? Да. Давай вот тому по голове, у него деньги высыпятся и все. И чем это закончилось? Ну, они вводили в некую страсть, да? Вот таким образом. Да. Они не вводили. Человек уже в страсти. То есть, ему это было интересно. Они интерес использовали. А, вот вопрос как раз. Вот человек может быть даже уже в страсти. Да. Он уже с рождения страсти или как? Или он уже взросшим в страсти? Да нет, с рождения чистый лист. Я же возвращаюсь опять. Рустам говорит, я тебя не понимаю. Ты, говорит, с мысля на мысли перепрыгиваешь. Нет, они за кольцом. Человек чистый лист. И окружение влияет. Но, когда мы только родились, мы не можем выбирать окружение. И как только у нас появилась такая возможность, мы должны ее использовать на все сто. И здесь выбор, опять, к чему? Или идти на тренировку, или идти в баню, или идти еще куда-то хрен знает куда. Или с детьми там поиграть. То есть, вот он выбор. И твой выбор может эту страсть нивелировать. То есть, ты сможешь ее не допустить. Но если ты уже в ней, все, трындец тебе. Ну, в какой-то деструктивной страсти. Сформировать привычку негативную, я думаю, почему. А если ты уже вошел в страсть, надо отдаться этих страстям, чтобы, знаешь, как это, вот мы ехали с Андреем, беседовали, типа, вот началась гангрена. И есть один такой из моментов, как бы так усилить эту гангрену, чтобы вот эта часть уже гангренизированной, допустим, руки, чтобы она вот сгнила молниеносно буквально, там, не знаю, и все. Вот, если ты уже в страсти, можно ли такую степень страсти, чтобы она вот такая, вжух, или это опасно? Да нет, ничего не опасно, все опасно. Вот смотри, мы же... Ничего не опасно, но все опасно. Да. Ничего не опасно. Если мы сидим, то значит, все мы делали правильно. Вот сейчас мы сидим, значит, наш отрезок предыдущей жизни, все было хорошо. Но ты спросил меня не об этом. Ты спросил, можно ли стресс как-то ее погасить. Да, допустим. И мне вот пример такой пришел, что... Когда ты уже там, в этой страсти, вот, допустим, или как? Тебя уже бьют. Тебя бьют. На тебя нападают. Тебе что нужно, чтобы это движение остановить? Если силу на силу, ну, то есть, возрастает, ну, понимаешь, силу на силу, то есть, сопротивление, тут неизвестно кто кого. Но вот страсть, вот она идет, да? И если, ну, не страсть, вот партнер, да? Как бы он на тебя идет. Если ты к нему построишься, точка ноль будет. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, здесь законы уже такие, физики. Физики, да, да. И вот эта страсть. И ты больше сопротивляешься, она больше растет. Больше вкладываешь, она еще разрастается. Слушай, мы говорим о законах физики. То есть, здесь о законах природы. То есть, по идее, мы... Надо соблюдать законы природы. Даже я... Они действуют все равно. Знаешь ты про них, не знаешь. Поэтому у нас должен быть... Ну, не то, что должен, ни слова, должен не дать. Интерес. И если эти законы ты понимаешь, то тогда просто... Ну, отсутствует само уже появление этого страха. Оно само собой и нивилируется как бы еще. Ты как бы... Точка ноль появляется. Да, как Андрей говорит, старость, говорит, пришла, говорит, долбани ей там поэта, как только голову... Но ты должен понимать, что она пришла. Ну, увидеть эти вот маленькие полутона, скажем так. Да. А ты как видишь, вот, ну, допустим. Вот, Андрей занимался. Я вижу так. Ты видишь человека. Ты сейчас много с людьми общаешься. Мне понравились судьи. Через судьи проходит много людей в страсти. Ты больше общаешься с людьми такие, которые в благости. Понимаешь? И ты с ними насыщаешься. Но если бы ты попал в недружественную среду, мне так слово тоже понравилось, то ты видишь человека в его крайних проявлениях. И тогда ты учишься в людях лучше разбираться. Не, ну, я иногда встречаю людей. Да, разных ты встречаешь. Но опять, ты же можешь по движению определить? Вот, у меня тренер, я говорю, а чем они занимаются? Да это, говорит, не борцы, говорит, балет какой-то. Оказался, действительно, балет. Ну, да, можно. То есть, кто чем занимается, конькобежцы, у них там ноги большие, понимаешь? Кто в страстях? А можно определить человек, который в страстях? Конечно, его трясет. Мы делаем паузу и пойдем нашу страсть упорную удовлетворять. Ну, да. Ну, да.